у нас он саша отвалился это творился и не отвалился я подвалился обратно отлично и как раз вовремя что тут происходит ну все как ожидалось а очередная ренегатская регатская кошка выкладывается ну и все как ты говорил да с землей пока сложности ну значит значит будем размениваться значит а нет не будем сейчас размениваться я вот думаю идти одним в атаку или остаться обеими на случай если одного там снесут что второй все-таки разменялся с кошкой но что я бы закладывался на том что там что то есть в руке и поэтому вот так бы сейчас не ходит ну давай не пойдем на 7 получать все-таки не хочется пропускаем ухты что там происходит ну там у нее тот самый гоблин который сейчас повернет нам карту вот об этом я и говорил ну там даже два гоблина так что можно вообще не волноваться ну и как раз ровно ровно на 7 мы и получим что это мне это начинает переставлять нравиться может превратить кошку в лягушку но с тобой опять везет как паре утопленников нам достается с сабель я подозреваю что можно сливать воду да мне кажется да потому что даже если мы заблокируем 2 мы все равно получим на 4 минимум на 4 и у нас останется всего 3 хита которые мы ничего с ними не поделаем ну и количество земли конечно она восхищает поэтому сдаемся еще раз попробую так ну 17 земель у нас же 17 земель да это нормально я их 16 играл все хорошо да мы попробуем все таки получить нормальное количество зиму ну вот 4 в данном случае и превозмочь и ни одного существа такое оставлять наверное все таки нельзя да давай малиганится так 2 птицы ну еще раз руку брали я думаю надеется получить еще остров и тогда мы наберем карт и жизнь немедленно наладится поехали равнина поехали ястреб мы это много раз уже делали сегодня ровно 2 видим разящую щепку что-то где-то я уже это наблюдал так ну естественно никаких островов лишних мы не получим ну что выкладываем равнину выкладываем меч вешаем меч идем в атаку да так или 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 нет ну наверное на птицу защиту от существ мы вешать не будем все таки я тоже так думаю пока просто нет особого смысла это нужно делать когда будет соответствующее существо будет от кого защищаться да сейчас есть возможность пробить на 2 в голову почему бы этого не сделал всего один остров и будущее наше прекрасно не без облачек у нас их 8 на 32 к 1 4 так ну что этому тоже уже все это видео будет с устрем стал еще нужным но нет все таки вот теперь можно маленькие духа вешать на существо да и стоя по моему совершенно зря ошибся с кнопочкой да так 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 ну и что это такое что происходит происходит то что я мискликнул мискликнул мискликнула хотя ничего страшного в том что я мискликнул и все равно не будет да то есть мы пропускаем это дело да ну давай вешаем мантию на птицу и стоим надеемся все таки чего даже сейчас не повесить вот прямо сейчас не повесить атаку пропускаем и вот сейчас вешаем мантию да вот так ну да тут вот так вот это устроено ну тут все максимально формально на самом деле что скажет нам че андро че андро добавить щепку да ешь да он не подел бы не вода есть тогда есть предложение сказать ансамон товарищ 43 чтобы то что не пошла на кладбище так отзывая дамы прямо сейчас да или есть им ну да так ну что в атаку уйти в атаку утрима 1 2 макс это устраивает сколько у нее там 18 лет а то у меня там твой skype не так а ты его закрой или подвинь а точно двигается я думал эту часть изображен это твой всю жизнь наладилась так продолжаем надо было конечно это ансамон сказать на ее ходу но я так но я не уже как чувствую так там добавилось щепок но они идут в атаку ну еще одна ну пусть идут немножечко они нас обгоняют пока что так добавляет добавляется равнина равнина мы естественно сыгрываем мы все ближе к этому самому к нашим феечкам к феечкам ближе да и ну ансамон сейчас нет смысла использовать мне кажется надо идти в атаку и потом ставить сам товарища 1 3 который карта тебе то есть после того как мы атакуем не сейчас хорошо тогда атакуем все нужно стараться как можно меньше вещей делать перед так понятно атакуем снимаем если там сейчас вдруг вылезет кто-нибудь летающий с флэшом захочет нас заблокировать мы например смогли бы сказать нивансом так ну и теперь пусть для свитков мы ставим да он я надеюсь кого-то поддержит так каждый раз когда он находит наносит боевые повреждения игроку мы берем карту но важно то что он наносит боевые повреждения игроку сейчас вот какая нибудь из наших заморозок зашла бы просто на мурану прям так превращение в шлак вон с учредством существом ну я так чувствую что сейчас птицы нашим все летят на север логично вот более чем логичен так ну что учили и не имеющие потери все вместе все пачка конечно зато мы вытащили с колоду морозное дыхание вот я думаю его надо применять не делайте в атаку и тягать края то есть прямо сейчас мы его применяем так только мы должны все таки прод так 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 сейчас наш ход ведь да да наш ход то есть мы можем прямо сейчас его применить мы его применяем да и мы можем потягать даже две крышки одно в этот ход и второе следующее потому что они еще не развернут ну там невероятно кто нибудь будет так мы атакуем хорошо бы землю например чин бам тут мне анимация дамага очень нравится она у многих разная так и мы тянем ах а ну да потянули потянули землю как и хотели землю кладем на землю и чек отличный план на следующих вот так ну чан дружио она дожила до фениксов рады за нее неимоверно и до гоблинов с с с с которых лишь которые лишают нас возможности блокировать так ну что равнину класть непременно ты равнину видишь вот теперь вижу это это все печально конечно так ну тут ничего не поделаешь интернет так феечку мы наверное по придержим давить я думал пусть они в атаку на них идут с нечемным существо какое-никакое то есть не выкладываем сейчас они атакуют мы защищаемся трампампам не атакуют после после объявления так мы можем в принципе феникса отозвать в руку владельца и что нам это даст это нам даст мы снесем у них гоблина и останемся с голым задом ну да наверное против атаки карту нам все равно не даст я думаю заблокирует заблокирует да ну тогда не будем его трогать и просто продолжаем так пытаемся как то выкарабкаться с другой стороны мы можем ведь атаковать и снести защищающегося вот будет ли он блокировать двумя я почти уверен что он двумя блокировать не будет так как он может атаковать и снести защищающегося ну мы атакуем нашим похитителем свитков нас блокируют и мы делаем отзыв блокирующего но он остается при этом заблокирован а то есть он все равно заблокирует да да в руку не пойдет штук что за дуракские правила тогда он но наше станет заблокировано ну понятно ну тогда просто продолжаем что делать что же делать атаку пропускаем да 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 люди ломанутся на нашу закона там будет кому поломиться да так ломится они все в четвером остановить таймер я как всегда не успел так что делаем между фея давай теперь феечек феечка выкладываем да ах мы не можем сейчас выложить вот класса это все мои кривые руки я опять забыл нажать кнопочку остановить таймер ну что ж такое так ладно допустим феечек у нас прям сейчас нету да нету что делаешь тогда да не кирдык ли нам ну прям то сразу не кирдык наверное ну тогда мы блокируем товарища 2-1 да вот я тоже пришел к этому выводу печальному и все что ли ну ну можно поможем конечно потратить национально феникс а мы уже можем потратить он мужик а вот так смотри ка смогли так теперь мы можем вытащить феечек наверное да да смогли вытащить но он сам он тогда не потратил на колон уже и и а заблокировать не можем заблокировать похоже не сможем да оу ну ка там как то все очень хорошо а у нас как то все очень плохо да так и есть ну что делать блистательно разменялись так ну что у нас появляется еще один ястреб появляется возможность атаки на 3 что конечно глобальным появляется возможность одного он с амоном ну что ставим ястреба стоим в блоке иначе все будет плохо так все продолжаем ястреба поставили атаку пропускаем насколько я понимаю я понимаю в принципе если сейчас будем нормально поднимать есть какие то шансы на что то так ну вот таймер я остановил в этот раз вовремя значит смотри что у нас есть у нас атака тремя существами да соответственно мы можем так ну у этих красавцев все страйк поэтому разящую щепку мы не можем блокировать прямо ястребом а кто там на 2-1 это не щепка нет это гоблин срезающий путь вот он этот с первым ударом ну под него можно поставить под первый удар фейнку ставим под гоблина ставим ястреба и филик феникс ансамоним в результате получаем все таки как то заблокировались мы все таки н гр и в 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 м ну что в мир нелепко что разменялись д ну феникс вернулся естественно как иначе но он горы поднимают тоже не пуг мы получаем то чего так ждали так ну что там у него ровно 6 достаточно чтобы убить нас за 2 ходом поэтому что им откроют наверное не придется у меня нету с фениксом и не будет выкопываться или можно поменять нужно заблокать губы куча давай как будто заблокаем гоблина феникс мы заблоком в следующий раз веще нет у нас там будет как раз трехи то с м м ну что ж такое то очень много земли так но атаковать смысла нету потому что тогда мы проиграли сразу так управляем ну собственно следующим ходом проиграли за гарантии потому что в этом лучшее что мэй леса ищущий пик и так вот мы разменялись феникс на месте естественно его даже хватит на то чтобы сейчас выйти да конечно что там уже гора земли ну и стоит ли говорить о том что он что девятый остров мы вытащили аминь то что я уж не знаю может мы собрались как неправильно давай посмотрим м давай поскольку лид потому что это кирдыка издевались сейчас сейчас мы тихонечку умрем ну смотри мы в принципе колодки ее видели во что она играет мы знаем надо думать видимо как это дело контрить против этого так ну а как это контрить что там контрить в принципе это она ничего глобального ты не показала такого прямо чтобы чтобы ах так ну вот то давать кому съесть например дракон красный который был блог от всех ее фениксов нафиг шланг скажем мало вот ну мы можем синий цвет заменить на красный цвет можем тут вполне себе есть чего добавить не так много но и не так мало давай мы уберем все синее вот прямо сейчас давай попробуем как белого мы и не видели практически да мы и синего практически не видели будем честны мы вообще мало чего увидели кроме того что с раскатали так ну это бывает это на самом деле же не все же зависит от скилла тут многое зависит еще и от карт так ну что начинаем с шиванского дракона он у нас типа мастхэвный красавчик что есть еще здесь из существ так гейзер обязательно это конечно не из существ но им можно и в голову добить почему берем почему нет так земляной слуга так он 4 4 правда дороговато конечно давай пока берем да так разящая щепка у нас одна щепка есть это будет да что там происходит у нас так щепку наверное берем она еще дает щепкам first strike почему нет и блокирует тех кошек как бы да и кошек блокирует может быть так так и того у нас существ 13 у нас есть там еще парочка возможностей так кошку мы не берем потому что она нам не нравится гоблины отлично то есть вот этого срезающего путь да оба 2 хорошие годные гоблины так и того у нас еще плюс 4 карты так бывая раскраска гоблинов плюс 2 и ускорение на птичек конечно с одной стороны с другой стороны снесут я думаю наоборот убрать что-нибудь из того из ничантов которые у нас лежат уже и добавить вместо них что существа хотя бы вот этих двух рогачей кирпичей да 4-4 товарища за 5 4-4 за 5 я его ага вот он да давай кого мы будем убирать в таком случае играем всех не перестреляем так что у нас там есть у нас есть мантия духа который отдавать не хочется мантия она все-таки хорошая да а больше у нас по-моему нет у нас есть мощный прыжок с полетом до конца все-таки до конца он как римовую работу вот то есть можем его убрать наверное его не стоит убирать потому что он кастуется во вражескую атаку хорошо оставляем если вы успеете если успеть мы будем думать вооруженки не положили вот а собственно все у нас больше ничего и нет но можем просто эти существы добавить да и все да быть хэппи то есть вот этого кастолома да вот этого опустошителя опустошителя и еще что-либо одно мы можем добавить ну вот этот плюс три плюс нули первый удар нужно будет работать прямой так через кого нибудь давай еще в белый заглянем на все случаи мы там что-нибудь забыли в белом да нет там нечего забывать прямо скажем ну кроме безопасного прохода конечно который если считают колоденчики ну в общем да это не имеет особого смысла ну что пробуем выбора нету колода конечно уже не сверх сильная просто сильная так ну что у нас три красных горы гоблин срезающий путь яйцо рог нападающий грифон и мощный прыжок в общем если поднимаем поляну то все хорошо поляна у нас 9 будем пытаться ее поднять ближайшие приходят так будем чего он нужен тут это не на турнире оставляем да так первый ход неудачен просто видишь меня расстраивает то что если ты меняешь карты то одну карту должен выбросить так ну что гоблин срезающего путь мы естественно выкладываем да будем ходить в атаку гоблин так ну существо которое не может блокировать в этом ходу мы выбрать не можем то есть придется выбрать себя прекрасно отлично хорошо он не будет блокировать в этом ходу что за неудачник вместо гоблина нам попался м м м м ну чандры там такой же собственно может не дать нам блокировать в этом ходу ну ладно в этом ходу мы не будем блокировать так ну собственно да ура мы подняли поля конечно нет черт мы можем разменять гоблинов на гоблинов я не знаю что он будет менять гоблинов ну тогда мы разменяем два хита на два хита я бы не стал делать ну так нам нужно прожить подольше пока придут наши толстые пацаны тогда пропускаемся и делаем вид что у нас холодная война мы копим силы все такое если там час не придет еще такой же групп ну там киса пришла киса в принципе нам не сильно страшно мы из них да кис 4 так вот там пришел дракон но дракона нам еще терпеть и терпеть ну тем не менее атаковать мы естественно не будем теперь то уж точно ну теперь будем меняться с кисой если он пойдет да да он скорее всего не будет атаковать вот прямо сейчас тем более видишь он выкидывает посох волхва волхва пламени а это значит что он сейчас будет спокойненько тянуть карты и получать за них свою жизнь ну вот тогда мы доживем до дракона и дракон то его перелетаете ну ты сейчас сам все увидишь оу это больно немножечко я даже сказал обидно ну что делать так мы не дожить до дракона ну в целости и сохранности точно нет очередная гора ну что рогач опустошитель ну мы даже можем его поставить ну а что не поставить то 5-3 он тут блокирует любого из них двоих так ну и тут хопа феникс ну нам то осталось поднять хоть какую нибудь землю но ее не будет казалось бы зачем да у нас будет вот гигант к столу пожалуйста он абсолютно абсолютно бесполезен но пусть постоит нет и не бесполезно так римана валим то есть м а куда он идет а он атакует в каждый ход понимаешь а ну ладно пусть атакует пусть меняется скидки надо смотреть успешно спешная атака г г так что земляной слуга получит огромное количество дефенсов 4 10 там все нормально у него все у него хорошо не укрепится перелетывать по воздуху как то неведомым науке способом так ну что нашего толстого товарища мы будем как-то разменивать или или нет мы получаем на 8 да я думаю надо заблокировать гоблина сначала два хита не спасут отца русской демократии нет однозначно не спасут или все таки спасут ну ладно не изменяться никогда не м то есть если есть у вас не надо в принципе могла бы уже не выходить но раз вышла так что дает шуму прыжок бездом призвали полет да да так ну тогда кладем дракона и мы еще живем нас есть нападающий грифон у нас есть шиванский дракон и у нас есть нелепая атака да которая ничего не принесет ровным счетом потому что будет заблокирована сейчас и отлетит я что-то забыть потому что он не обязательно в атаку приходит думаю просто кирпичи вот сходил как умел так могу ли я назвать наше положение тяжелым конечно могу так ну что летающая размениваем с летающим ходящая с кошкой и получаем 4 там два хита остается да все так радует что он вроде как не сможет откопать феникса и выложить сразу же земля пока не там не на что да ну там он все страйк 3 7 и до свидания м м м м м м в этот раз было лучше конечно м 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 dramatic м земля и 5 белых карт нет ну так лучше конечно что там такое вот четыре земли две горы две равнины ну и немножко белых карт в общем-то так мы сможем на третий ход поставить яйцо на второй ход мы можем взять священника из туна так наш вот не наш 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 оставляем наверное меньше все равно брать нет смысла не уверен что стоит его класть на второй ход ну ты хочешь к что нужно дождаться чары уже тогда его выставлять просто и до этого мы по моему из четырех раз три раза видели заход на второй ход вот эту фигню ну да да поехали сразу сравним тут выбора особо нет если не будет на первый ход щепки когда посмотри ну щепки не будет на первый ход ее уже нету я даже не знаю нет смысла продолжать уравнивать на горло кинуть и вот не стану пучка булочки так и ну что священника брать не брать ну да поставим да такой правильно он же работает когда выходит на поле битвы то есть трассы нет нет или это он просто на стол то есть у него нет то есть у него на стол кинули он типа вышел хорошо так ну вышел и ушел все нормально все хорошо куда ушел куда ушел куда ушел в отбой ушел там снова проснулся шок и я в шоке всем так красота какая да так а мы мы еще давай щепку поставим то есть яйцо не хотим прямо сейчас так а землю мы выбираем практически любую наверное неважно давай поставим щепку она может в атаку пойдет на следующих да все правильно я кинул полянку потому что там у нас паладин рассвета так кошка перед нами ну вот под кошку будем сдадим яйцо например так ну яйцо я выкладываю так а паладин сейчас а паладин еще не встанет нет еще не встанет еще целый ход не встанет я бы наверное пошел в атаку то есть разменяться с кошкой на всякий случай может быть да давай почему нет ну да так получилось разменялись ну и хорошо вот с чем у нее ни разу проблем не было так это с землями так все одинаковые ну да да у нее же однотонная колода так рогача опустошитель вышел и он будет атаковать каждый ход как мы помним так мы можем закинуть сейчас горы и дальше выбирает между мастером отвлечения который каждый раз поворачивает целевое существо но он же его повернет оно все равно будет атаковать на следующем ходе да вот либо паладин рассвета который бедительность цепь жизни все дела там 24 давай поставим паладина наверное вдруг мы на следующий ход поднимем что нибудь дешевое и можем поставить сразу дверь да вероятность такая есть вот а под этого красавца мы если что яйцо подкладываем он же все равно атакует ну я думаю да надо подкладывать так а там еще огненный слуга но тут несколько осложняет нашу задачу кто такой да вот у у у у у у у у так ну что он складываем яйцо наверно там тут выбор то особо нет он очень погибнут у нас будет карта 3 3 а дешевого мы не обрели Можем выложить все, что нам нравится Так, все, что нам нравится Мы выложили Ну что, мастера отвлечения Я думаю, надо ставить, да И в атаку идти нельзя Нельзя, надо ждать Атаку пропускаем Хотя, можно же Не можно же А, яйцо летающее Ну вот я думаю, стоит или нет В принципе Нет, сейчас на нас и пойдут на 9, если мы полетим Мы разменяемся Нет, это плохой план Пропустим Лучше разменяться Только мы подготовили, значит, к колодям А у нас уже горы пошли анимированные 7, 7, 7, все прекрасно Да, ребята Вот нам и оу Так, двое Давай заблочим Вот этого, который 5, 3 Двумя Какими? Главными И главное, зачем? Они его убьют, а он нам убьет только одного Мы разменяем 5, 3 на 24 То есть мы ставим 5, 3, 3 и 2, 4, да? 2, 2 и 2, 4 2, 2 и 2, 4, окей Су-3 в атаке лучше Чем 2 в атаке Я так думаю Все, блокируем Да Ужасная гора, 7, 7 Но это что-то как-то слишком сурово, ребята Да Да, да, да У нас ничего рядом с этим не лежало Ну что, можно атаковать птицей Можно не атаковать Можно спокойно сдаться Потому что Мы уже близки к этому Сейчас мы птицу сдадим под 4, 3 Если она пойдет 2, 2 сдадим под 7, 7 Карта у нас нет Населена роботами Окей Давай еще Еще пару табдеков посмотрим Ага Все, на этом все Да, 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 да Ну да Хе-хе-хе Красота Я так понимаю Что, судя по силе того Что у нее получилось Нам просто надо тупо дождаться Пока она не поднимет Могу сейчас существо 7, 7 Убить Как бы И будет хорошо Нет, не могу убить Ха-ха Лол Не могу убить Даже существо 7, 7 Что на нем написано На этом Это работает для нас Или это только для него работает На 4, 3 Что написано Под вашим контролем Это плохо Да Ну, в общем Можно честно сдаться Можно, конечно Эту дрянь убить 7, 7 Убить в атаке Это же мгновенно Да Мы его забыли На 4 А, на 4 Мы не пропустим На 4 мы не пропустим Потому что Ну да Похож приклыли Да Поехали сдаваться Потому что С министерством Барона Мы сделать Ничего не можем Ничего не можем В общем Чандра Суровая женщина Как собственно И говорилось Так Ну что ж Упс Один минут Так Ну смотри У нас более-менее Ничего Рука В этот раз Да Думаю Можно Оставлять Да Мы все Можем Хе-хе-хе Хе-хе Так Хорошо Ну что нас ждет Стремительная атака Видимо Видимо Снова Псыцей Да Если не поможет Можно попробовать Уйти в зеленый Из белого Можно Ну и наконец Вспомнить про черный Там тоже что-то было Но мало Ну в черном Там Мне совсем не показалось Там были Несколько возможностей Достать что-нибудь Но собственно Чего доставать То и не было Так Вот Ну Его мы Будем блокировать Яйцо Он никуда не пройдет Так Ну что Яйцо Прямо сейчас Вытаскиваем Нам И летим Очередной раз Еще 18 ходов Золотой ключик У нас кормят Как показывает практика Могут всякие Неожиданности Ну вот Ладно Неприятности Это мы переживем На два получим Ооо Разящая щепка Так И рогачо-пустошитель Вот что нам сейчас Нужнее Я думаю Нам нужнее Совершенно сумасшедший Рогачо-пустошитель Он будет бегать в атаку Да Совершенно Безумным видом Сначала сходил в атаку Потом выкладываем Да Наверное Так и сделаем Нелепый птиц Не пережил Шока Лично Пусть он тратит шок На эту Плюну Для меня это полностью Устроен Если бы он Например Какого-нибудь рогача Дострелил После того Как заблокировал Было бы очень обидно Так Ну что Теперь перед нами Появляется возможность Выложить нападающего Грифона Это вторая леталка Так Ну мы Да Мы сначала атакуем Потом кладем Да Это правильно? Правильно Интересно Он пропустит? Может пропустить А может и нет Нет Утопы И разменяться Не худший вариант Ну да Нормально И теперь Выбрасываем Грифона Почему нет? Он сейчас будет Плюсоваться Да 3-3 в атаке Нам бы еще Земли бы Ну Слушай Вот Овек Плизир Гости дорогие Так Спасибо 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 Полетели Сейчас я подозреваю Что мы Правда Получим В эту Грифон Что-нибудь Неприятное Топор Внезапно Обошлось И тут Наша Наша Маленькая Разящая щепка Тоже Выходит Я думаю Паладина А Паладина Нету Нету Я бы С удовольствием 9 штук С большим Удовольствием Я бы еще Положил Ту самую Дракон Еще Ну Кстати Щепка То Все С страйками Кошка Не страшна Так Ну И вот Дракон Выходит Я думаю Дракон После Атаки Выходит Ай-яй-яй Я вот Поспешил Ну Ладно Пропустили Разрешили Так Ну Что Атакуем То Мы Всем Чем Есть Наверное Потому Что Блокировать Нас Не Могут Да Я Думаю Сдать Под Кошку Яйцо И Тогда Летать В два Раза Быстрее Будет Асмышлен Так Что Атакуем Двумя Ами Хорошо Если Даже Нам Что-то Сделают Драконом Все Равно Мы Сдадим Под Кошку Вроде Не Устило Самая Успешная Попытка Да Мы Далеко Ушли У У У У Мятежщик Очей Двойной Удар До Конца Хода Но Это Не Страшно Совершенно Ну Там Двойной Удар До Конца Хода Так Сдаем Яйцо Да Сдаем Яйцо Конечно Даже Под Двойной Удар Там Жан-Клод Ван-Дам Все Такое Яйцо Кстати Сможет Уже В атаку Даже Лететь Отлично Летающие Яйца Что Может Быть Лучше Так Ну Что Солнечный Ястре Платно Мы Оставим Его На Потом Хорошо Он Поблокит Нам Кошку Так Продолжение Выиграли Нет Да Должны Его Уже Пора Бы Если Какого-то Чуда Не Произойдет На Две Маны То 5 8 10 Ровно 11 У У Дракон Качается Да Да Есть Ура Рубицы Веник И ночи Не прошло И ночи Вот Ну вот Дождались Она не подняла Все Получили У нас даже Новый персонаж Смерть с небесной Что вы говорите И бустер Бустер Да Открываем Бустер Открываем Менеджер колода Открываем Единственный Бустер Кто там Есть Да Ничего Хорошего Пацифизм Я уже вижу Что там есть Пацифизм Не очень Нет На самом деле Мы можем Это все Естественно Проскипать И просто Пойти В колоду И посмотреть Что там есть Там Добавилось Много зелени Да Давай на нее Посмотрим Давай посмотрим Ну там Как минимум Есть две Белые карты Которые Улучшить Все Что у нас Есть Точно Видел Так Ну у нас Добавилось Добавился Второй Зеленый Туз Так Ну это Под них Нужно Лесов Да Ну да Нужно Зеленую Колоду Тогда Отстраивать А у нас Все еще А ну тут Еще Вожак Терновой Стая Это Очень полезная Карта Смотри С мигом Тоже И еще Когда он Выходит Плюс 2 Плюс 2 До конца Хода Цельвому Существу Супер Волчок Такой Но Блин А дешевое Это что Нибудь А ну вот Есть щепка Дешевая И вторая Щепка Дешевая Которая Кстати Очень даже Ничего Потому что Когда она Выходит Она становится 2-2 А когда Они две Выходят Они становятся 3-3 Ну Ничем Неплохо Так Смертоносный Отшельник Защитник Зверя Который Никому Не нужен И кабаны На мусор По моему Зеленые Уходить Рано Я бы Попробовал Как есть Только Только Белые Да На самом деле Тут Зеленых Почти Почти Целая Колода Получилась Такая Ну Конечно Не сильная Не до Конца Но Что-то Так Смотрим Белых В белых Похоже В белых Появился Пацифизм Так Охотник За злыми Духами Кстати Это тот же Сам Пацифизм Так На нож Да Когда он Покидает Поле боя Он возвращает Изгнанную Карту Да Это Незадачка Против Чандра Это было бы Очень Не очень Хорошо Против всех Остальных Это нормально Так Не может А заковать Или блокировать Это большой 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 Плюс Вот Красным Нам ничего Не добавили Нет Там Нет Во-моему Не было Красных Карт Вообще Не было Да А что Было Красные Черные О Белые Черные Зеленые Красные Вообще Ни о чем А что В черном Таким Черные В черном Добавился Один Дьевольский Наставник Еще Один Ну В общем Это Печально Могильщик А вот Метка вампира Появилась В метке вампира Есть Плюс Это прямо Цепь жизни И все Такое На душу Можно Конечно Собраться Специально Под Под Лайфсил Черно-белое Под Птичек Под Метками Сочетать Дрянь Ну Давай Сначала Просто Проапдейтим Нашу Белую Колоду Вместо Чего Мы будем Класть Есть Варианты Что У нас Там Есть Клишни Вот Щепку Я Был Был Ну Просто Если У нас Не Щепшная Колода Она У нас Не Щепшная То Щепку Можно Убрать А Красная Я Был Был Да Вот Она Где-то Здесь Была Там Начали Да Вот Ее Родимую Все равно Вероятность Того Что Они Вдвоем Попадутся Она Исчезающая Мала Сюда Мы Пацифизм Кладем Да Может Быть Одну Птицу Так То Мы Хотим Птицу Поменять На Охотника За Злыми Духами Ну Кого Нибудь Точно Хотим Вот Я Думаю Кого Есть У нас Что Нибудь Менее Интересное Чем Птица Я Пока Не Вижу Можно Убойный Клич Выбросить Нет Это С Первым Ударом Это Это Блоки Практически Работает Как Убей Существо Я Я Был Может Быть Даже Две Птицы Выбросил То И Все Всех Трех Нет Тогда Нам Ни с чем Начинать Зачем Я помню У него Белый Людишек Владителя Что Он Будет Делать Сейчас Узнаем Ну С рукой Нам Повезло Просто Вот Давай Подсмотрим Да Че Тут Смотреть О Не Ребята Я Так Не Играю Вообще Ничего Со Второй Рукой Повезло Не Больше Прямо Скажем Не Больше Ну Хоть Что Ну Ладно Все Равно Еще Одну Руку Хотя Ты Знаешь Может Быть Имеет Еще Раз А Если Там Небудет Земель Тут По Крайней Мере Есть Земли Они Разноцветные Поэтому Там Что У нас Раньше Имеет Шанс Уйти Рогач Опустошитель Тогда С Красных Наверное Начнем Нам Красных Нужно Еще Ой Красных Нужно Две И Белых Нужно Две Да Что Я не Люблю Двойные Косты Ладно Поехали Ложи Ложи Таблю Что Лежит Пока Пусть Лежит Польша Не Просит Я Просто Полагаю Что Против Аджане Как Раз Таки Сейчас Птицы Будут Очень Кстати Посмотрим Совершенно Не Помню Кто Он Такой Так Одну Равнину Мы Положили До Кучи Можем Положить Вторую Или Гору Нет Гору Посмотрим Пусть 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 Будет Тоби Пусть Будет Тоби Есть 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 Конечно План Не Показывать Оппоненту Второй Цвет Как Можно Дольше Но Тут Я думаю Это Не Беет Особой Не Такой Глубокий Оппонент Который Будет Сильно Анализирует То Что У нас Есть Он Пошел Щепки Я Думаю Мы Получили Вторую Красную Да Можно Брать Выкладывать Да Ну Естественно Получим По башке Думаю Перемешившись Да Это не самое страшное Так Итак Теперь У нас есть Военный Священник Из Туна Который Как бы Сейчас Нам Ни о чем Мы Кладем Козла Который 5-3 Или кто Да Он Рогач Опустошитель Натуральный Козел Вот И на следующий Ход Мы Вообще Можем Апнуть Если Особенно Он Опрометчиво Пойдет Куда Ни В Атаку Сейчас Он Не Пойдет Конечно Чувствую Не Пойдет Ну Посмотрим Что Там Вылезет Грифоша С бдительностью Вылез Что-то он Весь Такой Бдительный А 1-3 1-3 Мы не боимся 1-3 Бояться Действительно Нечего Сейчас Повесим Саблю На него Нечего Дальше Подожди Подожди Может быть Мне кажется Что лучше Не саблю Повесить А Паладина Рассвета Выложить Нет На двоих Разменяться Это неплохой план Если он будет Блокировать Да Давай Тогда Сходим В атаку Да И посмотрим Что будет Тем более В атаку Мы все равно Сходим Как бы Потому что Да Мы кстати Можем Разменяться Не на Козла А на Штуковину Которую дает Первый удар А он Не будет Блокировать Да Так он И с первым ударом Не будет блокировать Так Ладно Мы тогда Паладина Рассвет Выбрасываем Наверное В смысле Выкладываем И смотрим Что будет Происходить Да И мы Это довольно Неплохо Себя чувствуем Вот А убойный клич И сабли Мы можем Следующим ходом Класс Спокойненько И все так же Козлом Атаковать Он совершенно Адский Нет Клич То он Одноразовый Ну и что Пусть будет Одноразовый Но это же Плюс 3 Ну посмотрим Это значит Что мы И пробьем И убьем Так У него тоже Есть паладин Хорошо Его нужно Кастовать После объявления Блокирующих Ну наверное Да Так Равнину Я положил Так Вот теперь Давай считать Есть он Заблокает Козла Двумя Чтобы его Убить Мы тогда Вбросим Убойный Клич Он его Все равно Убьет Но благодаря First Strike Мы Как бы Во-первых Разменяемся Во-вторых Пробьем В голову А если Повесить Нет Если Если у нас Будет First Strike То естественно Никого Он не убьет Мы их Убьем Раньше Ну вот И прекрасно Саблю Вешать Имеет Смысл Да Имеет Пусть будет Больше Чем больше Тем лучше Так В данном Случай Саблю Ну давай Да На козла Так Пусть Пусть Один козел Идет Как бы Хорошо Да Если Один козел Идет Так повесь На него Сабли Сначала Да Вот я И вешу Я думаю Что он Сейчас Просто Чемкнется Кем-нибудь Не будет Блокать Двумя А кого-нибудь Просто Вот этого 2-2 Да Может быть Так У нас Есть Три И ничего Выложить А мы можем Ну это не имеет Значения Можем Потом Потом Все потом Все потом Все после Атаки Ну собственно Атакуем Таймер останавливаем Так он блокирует 2-2 Мы можем Класть убойный Клич А можем Не тратить Сейчас Убойный Клич Совершенно Не Потому что Это бессмысленно Вот Дамаг Все равно Не пройдет Он сблокирован Да Так а Слушай А с ферстрейком То он А не пройдет Он с трэмплом Проведет А с ферстрейком Не пройдет Он просто Просто потратим Хорошую карту И все Тогда просто Продолжаем И все Да Ставить Говорим Щепки До свидания Она уходит Да Кладем И кладем Все что остается Ты знаешь Я бы не стал Класть все что остается Я положил Ястреба У нас и так Все хорошо А если он сейчас Какие нибудь Мега-чары Скастует Ни скастует Ни скастует Он ничего Неплохо бы Иметь возможность Их снести Знаешь Существо нам 2-2 на столе Нам сейчас Ничего особенного Не больше А ну да 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 Слушай Я забыл что он Что в нем Пользуется Не в том что он 2-2 А в том что он Может Может Так Ну и отлично Тогда все Хорошо Мы На самом деле Лидируем Козел Козел наш В атаке Так Мантия духа Ну вот Как раз таки Да вот Ее бы сейчас И сбить бы Да Вот да Мы ее сбиваем И у нас Вообще Жизнь налаживается Потому что Существо то Имеет защиту Существа Мантия Это нифига Так Блокирование Можно Совершенно Циничным способом Блокировать 3-5 Этой самой Не можем Блокировать А мы ее не можем Блокировать Да Мы вообще ничего Не можем блокировать Почему? А 1-3 Мы его можем? Ну он летает И он 1-3 Ну да 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 Так Опять здесь Непонятно Как Ну то есть Там не страшно То что он Нанесет нам Один дамаг И можно Не париться Четыре в голову И он отобрал Все три Жизнь Да Как-то так Примерно Ладно Нам придется Как-то Пережить Как-то Придется Да Пропускаем Получилось И 17-13 По счету Так У нас есть Второй рогач Это конечно Очень важно Ну во-первых Наверное Священника Истуну Мы все-таки Выносим Сейчас А вот сейчас Мы сносим У нас перед Мантл И Прекрасно Се чувствуем Да Вот это За две Белых Угу Ага Не сразу Не сразу И что? А зачем он Скастовал Безопасный Проход Это что-то Было Особенное Видимо То есть Сейчас он Просто Не получит Никаких Дамагов Да То есть Мы можем Не атаковать Ну Ну Или Это Какой-то Баг Нет 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 Он Сейчас Скастовал Безопасный Проход Это значит Что в этом ходу Угу Не Я понимаю Я бы клал козла Я бы тоже Мне почему-то кажется Что это наш выбор А больше нам собственно Класть и нечего Будем сейчас Значит Атаковать они сейчас Пойдут сами Без нашего на то Участия Ну Один козел Пойдет Да Мы скажем Хорошо Ничего 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 не Произойдет Он даже Не пропустит Его А Ну да Не пропустит Ну он там Поблокирует И жизнь Жизнь себя Отожрет Редактор Вот Да Вот Для чего Это Сделал Я все Невакония А вот Теперь Смотри Какая Прелесть Та-да-да-да А вот На это Надо было Закладываться Ну кто же Знал Ну вот Теперь Будем знать И козла Не ставить Конечно Второго Какой Винмор Был Ух Вот Это Бы Отлично Переживало Был Раз в год Да Так А защитник Откавать Не ходят Жаль Даже Если бы Ходил Он все равно Немножко Не Ну так Чему Сейчас Его Нагрузили И пошли Саблей Убой Нариск Прям Сейчас Зачем Какая Разница Пусть Висит Потом Перевесишь Окей Что повесить И один Что Перевесить И один Да Переходящая Белая Сабля Серая Ангел Серый Оу Ага Вот его Мы будем Встречать Птицей А нет Мы же не сможем Его яйцом Заблокировать Черт возьми Вот Незадачка Да Ну теперь нам нужно Поднять там Паципизм Или Финтхантера Или Чуть 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 Поднять Проблема То что у нас По хитам Ромашечка Выходит Пока что И убивать Ему у нас Ровно Три хода Три с половиной Ну конечно Конечно А как же Как же без этой палки Ну палка Это не страшно И он сейчас Свою кладку Понятно Сейчас бы дракон Какой нибудь зашел бы Ну отлично Ладно Зайдет на сейчас К сожалению Еще разок в голову Вот тут то нам не хватает Зеленой колоды Еще и баран Да что ж такое-то Ну все Приплыли Ну мы близки К тому Чтобы окончательно Приплыть Да нет Мы не близки Мы прям таки А Нет Еще Не забывать Еще ходик Помучаемся Но ровно Ходик Ха-ха-ха-ха Так Ладно Сдаем эту игру Что мы там Подняли? Полянку 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 Мы подняли Так Ну в общем Наша стратегическая ошибка Понятна Мы Не заложились Навраз Ну да Попробуем Еще раз Нужно конечно Антиэр Поднимать Какой нибудь Так Что у нас С руками Ну Руки у нас Конечно Не важны Судя Растут Ну то есть С этим конечно Можно начинать Но 4 4 4 Ой Что-то я Опасаюсь Судя по тому Как нам В прошлой игре Земля заходила В этот раз Она не пойдет Давай все-таки Возьмем другую руку Наверное Хуже нам не будет Да ешкиш матрешки Шну Ха-ха-ха Оу Ну давай еще одну 6 так 6 Цепент Хоть так Ну потому что так играть не можно Да Ладно Нам нужно поднять еще одну землю Мы скажем козла Будем ходить козлом вот так Еще одна земля будет Поднять одну землю я не имел в виду прямо сейчас Я уже начинаю задумываться о зеленом Только вместо какого? Вместо красного наверное Можно строиться на зеленом И добавлять тем что нравится Тоже вполне себе мне кажется вариант Ладно мы скажем всех своих толстых существ Как только они к нам придут По крайней мере два раза Это эти гримы в голову дали Тут после каждого по бустеру дают Нет через один Черт Ну и нам не страшен Пока Ну что Козел с нами Козел с нами однозначно Очередная атака Парируйте колобок парируйте Вот он запарировал Препарировал Так вот теперь нужно его как-то убить Боюсь Боюсь У нас тоже такой есть Можно взять и поднять такого же Да Это вы изгнать Когда наши вылезет Бедулечка Это слово Так Мастер отвлечения или паладин рассвета Паладин рассвета наверное Так пофиг все равно тапать будет Давай порой Не ну его хотя бы это самое Цепь жизни И можно положительно блокировать Нельзя блокировать его тапать будет Ну не каждый же раз Почему? Не знаю А у них значит свой паладин Логично Так Ну что тут у нас? У нас есть мастер отвлечения У нас есть гоблин срезающий путь Все это можно положить в один ход После атаки Как ты любишь говорить Да? Да И атаковать мы можем смело Всем что есть Нет Подожди Не можем смело атаковать Всем что есть Потому что Ну птицу нашу никто не заблокирует А вот Этого самого Ладина Запросто заблокирует Там вот этими двумя товарищами Так Мы кладем гоблина перед атакой И говорим что Кадр 2-4 не блокирует Хорошо И тогда идем всеми в атаку Во То есть мы вот Паладина как раз таки не даем ему блокировать Да? Он его заблокирует Скорее всего тем который 1-3 То есть ничего не изменится Но мы тупо отожрем 2 хит Ну поехали тогда что нет Да так и есть Так ну и теперь мастера отвлечения На место Сейчас бы раскачечку Сейчас опять упадет армагеддон и все закончится Ну в смысле судный день что в принципе Если ему падет судный день тогда вылезет наш козел Кстати да Это кстати очень хорошо У нас есть такая страховка Ну что Ему все еще нечем блокировать наш воздух У нас появилось яйцо И полетели И мы можем Мы можем Мы можем кого-то перевернуть Но от этого никакого смысла нету Поэтому мы яйцо кладем опять таки после Ну и ждем наших мегатонных грифонов Драконов Чертов ступен Подожди подожди Сейчас земля попрет Твой неприходящий оптимизм Яйцо тоже кстати отлично смотрится Нет яйцо яйцо очень кстати Яйцо очень кстати Потому что у него антиэра нет И похоже в этой колоде вообще проблема с антиэром И как только это яйцо умрет У нас появится еще немножечко дамага Я боюсь что оно умрет И его тяжело будет ему убить Там да-то никого встретим Мордой нет Ужиться Ты этого хотел Жорж Дантен? Ну что я ничего не могу себе поделать Так оно происходит часто здесь Ну ладно летим дальше Ох ты Так стоять Таймер останавливаем Опа Это плохо Ну почему плохо Это не страшно мне кажется Что там такое Сэрпис какой-нибудь Так Почему мы не можем Гоблином блокировать Не очень понятно Мы им ведь не атаковали Его затапал Самый И нам сейчас еще и паладину затапают Ну да затапают Так Ну давай заблокируем Кого-нибудь яйцом Ну у кого Надо паладину блокировать Чтобы он не отжирался Да он все равно отожрется А он все равно отожрется А все равно какая разница Кого-нибудь Да мы разменяемся С тем самым Хотя если там Недействительно Сейф песседж Давай яйцом наверное Заблокируем паладина И все Потому что просто так Он с голым задом бы не ломанулся На это Не подозреваешь Ну окей Да у него и пять земель Там повернуты Ну что Потерпим Потерпим Что делать Ну и бычка он своего положил Хорошо Пусть будет бычок Я молчу 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 Да Так Ну что Ну все Я бы так у них ходил Да мне кажется Что вообще нужно Даже птицу оставить На месте Попускаем Попускаем Ждем Движение Сейчас он опять ломанется Конечно Двух завернет И Так Ну что мы можем ему предложить Мы можем мы снести ему Товарищи Один Три С так Двумя Под него Давай-ка встанем Это правильно Потому что там Под ним Наш козел Вообще Да будем Добудем Козла Себя Козел На следующий Ход Вот так Бежит Так А яйцо Яйцо Ну яйцо Тоже надо Что-то блокировать Или Да Или Да Кого Годно Они все на два бьют Да Яйцо Под кого-нибудь Логично Ну вот Что-то В этом роде Уже Ужигал Твою Люди В общем Все Ну Близко Близко К тому И тут Я прошу Обратить Внимание Не Раздаваться На очередную Равнину Ну Слушай Не везет Не везет Все у нас нормально Давай наверное Скатаем последнюю партию На сегодня Пойду тихонечко Дремать А завтра Если будет желание Можно будет Поэкспериментировать С зеленой колодой Можно Мне понравился Формат По-моему Это прикольно Да Довольно Забавно Так Ну Слушай Нам повезло С рукой Отчасти От какой Чести Нам повезло Слушай От Всех Тех Невезений С руками Которые Происходили С нами Это по-моему Рука Буквально Шикарная Потому что Мы тут Два Хода Подряд Что-то Выкладываем Что-то Говорит Что-то Говорим Да Так что Оставляем Ее Наверное Ход Правда Не наш Но Детали Я все-таки Хочу Попробовать Потом Собрать Что-то Идейное Я очень Люблю Такие Идеи Вот Например Вот Там Черного В сочетании С Зеленым Будет Идея Нам Для того Чтобы Собирать Что-то Идейное Нужно Немного Нам Нужно Выиграть Вот У этой Кошачьей Морды И У следующей Морды Так У нас Будет Еще один Бустер И мы Уже Сможем Думать О каких-то Конкретных Идеях Так Кто Такой Почему Не знаю А Щепка Что-ли Да 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 Так Ну Сейчас Я думаю Говорим Что Щепка Не блокирует Ну Там Должны Класть Гору Наверное Не Ну В любом Случа Класть Гору Да И Жреца Я думаю Стоит Уберить Ну Ты имеешь Ввиду этого Самого Военного Священника Истуна Пусть Да Ну Гоблин То Надо Выкладывать Наверное Гоблину Надо Ну Можно В конце Хода Можно Сейчас Сейчас Фом Это Не важно Сейчас Неважно Потому Сейчас Ничего Не может Сделать Исходя Из Этой Формы Да Поэтому Мы Вот Эту Штуку Запрещаем Блокировать Я Когда Учился Играть Где-то Вычитывал Какую Рекомендацию Что Кладешь Рядом Кубик Каждый Раз Когда Замечаешь Что Делаешь Ошибку Добавляешь Единицу На Кубики Если Доходит До Шести Проиграл Независимо От Результата Партии Вот Я Начал Считать Касс Существа Перед Атакой За Ошибку Так И Отучился Понятно Так Ну Вот Как бы Грифон Часовой Это не то Что Мы хотели Бы Увидеть Здесь Ну Это Ну Это Не мешает Нам Выкладывать Равнину Что Мы Подняли У Да Ну По крайней Мере У нас Уже Пять Мы Сможем Сказать Свой Кирпич Да Так Ну И Наверное Тут Пока Пока Все Наверное Пропускаем Да Кто там Так Глубоко В скайпе Болтает Так Сейчас Мы его Сделаем Вот так И никто Болтать Не будет Так Между Там Между Тим Товарищ Яйцо Хорошо И пошел Нас Атаковать Блокировать Мы его Все равно Не можем Грифоном Это Кудра Крифоном Ну Пусть Хай Буду Не так Шаш У нас Еще Один Гоблин Срезающий Путь Внезапно Ну Вот Мы Можем Его Положить И Слетать В Атаку Да Это Серьезная Заявка На Успех Почему Женщины Не сделаем Но Атака Есть Атака Вот Неуемный Станьте Голубем Почты Моей Да Мастера Отличения Вытащил Так А у нас Появляется Охотник За злыми Духами Мы будем Забирать Кого будем Забирать А будем Мы сейчас Кого-нибудь Забирать Наверное Надо Я думаю Я думаю Что Вот Эту Летающую Дрянь Надо Жалко Такой Я думаю Лучше Положить Кирпич Пока У нас Кирпичей У нас Нету Кирпич Нам Хватит Нет Не Хватит Он Шесть Что Что Это Земляного Слугу 4 4 Да 6 Нам Будет Сделать Но Земля Придет Мы же Знаем Об В этом Я бы Честно Говоря У него Там Есть Разнообразные Малоприятные Типы Наподобие Ангела 4 4 Летающего То есть Подождем Наверное Все таки Подождем Я бы Не делал Примерно Ничего Отдыхаем Пусть у нас Атаковать Тоже Не ходим Наверное Потому Незачем Даже Если Он Нам Час Завернет В Атаке Какого Нибудь Гублина Второй Семь Размене Что Несли Несли Вот Этого Ангела Нам Быть И Несли О нем Где Говорит Сейчас Мы его И По Контраку Так У нас Есть Дозорная Щепка И у нас Есть Охотник За злыми Духами Охотника Мы Естественно Вытаскиваем Говори На щепку Еще Хватит Этого Товарища Мы Убираем Так И Дозорную Щепку Вбрасываем Атаку Как ни Странно Пропускаем Да У нас Есть Декрасных Или у нас Нет Декрасных Одна Одна Пережали Баранат Куда Стал Посмотрел Него Ну Нет Карт Больше Да То Может Не Рад Все Таки Не Одна Есть Достает Кладет О Вот Жуна Старая Красная Есть Знать Что мы Можем Кирпичировать Да Я думаю Умеется Вставить Слугу По земле К нам Никто Никогда Не Перейдет Вот А Вулканический Гейзер Мы Пока Придержим Да Когда Намаскать Начнет Вестись Землей Если Вдруг Сейчас Случится Например Бресс Оф Гуд И Ангел Вылезет Придется Его Чем Ты Убивай Нам Его Как Раз Хватает Да Хорош Уже Насковырять Хорошо Иметь Бдительность Так Вот Шиланский Дракон Так Ну Ну Что У него Одна Карта Будем Надеяться Что Это Не Та Карта Которая Будем Надеяться Что Это Не Она Так Может Так Усходи Вот Этим Хотя Бо Кадром 4 6 Кадром 4 6 Вот Так Усходить Плохая Идея Скажу Почему Потому Что Он Подложит Яйцо И У него Будет Летающий Юнит 3 3 Так И Что А С другой Стороны У нас Есть Дракон Мы Проиграли А Нет У нас Дракон То Теперь Есть Дракон Теперь Есть А И А Мы Не Можем Нет Лучше Лучше Пусть Не Нечем Будет Блокировать Дракона То Мало Ли Какие У него Раскачки На Руки Ну То Есть Чего Делаем Ничего Не Делаем Это У Лучше Всего Получается Если Он Сейчас Не Поднимет Что Экстра Ординарного У нас Неплохие Шансы Его За Три Атаки Укатать Ага Ну Вот Он Поднял Что Он Поднял Какая Жаль У него Вылезли Ангелы Яйцо Да Именно Так Терендец Вот Вам Глубок Комбинационная Игра Так Ну Что Ангел Надо Убивать Да Ангела Надо Убивать Прямо Сейчас Комбинационная Комбинация Дракон Это Жалко Очень Извините Вы Неким Примером Ну Тут Пошли Естественные Существа Каких-ли Диких Количествах Ну Убойный Клич Вставать Смысл Нету Хотя Бойным Бойным Клич Мы встретим Полагина В атаке Встретим Проводим На данный момент Он нас убивает За 4 хода Бойным Так Еще Бойным Давай Блокируем Ну Убойно Кличем Что Друг Насходит Непонятное А нам Мы не смогли Блокировать Почему Мы не смогли Блокировать Потому что Там Отвести Опасность Ну Да Отвести Опасность Была И Все Так У нас Конечно Есть Трагач Опустошители Козел 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 Надо было Придти Раньше Ну Ходил Сейчас Он Заблокирует Ну Сходила Так Да Нет Чем Чем Ну Все Все Равно Это Заблокирует Козел А второго Мы Заблокировать Нема Траган Траган Тут еще и может быть Отличения Да Гигант Костолом Конечно Гигант Конечно Костолом Мы Два Раза Попались На Вросет Ну Это Неприятно Так Ну Что Атакую Всем Чем Есть Или Да Неважно Уже Потому что Мы Проиграли Сейчас Следующим Ходом Мы Гарантированно Проиграли Пацифизм Чем Гарантируем Да Я Так Атакова Козла Убили Как Убили Паладина Как Так Черт Черт Находим 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 Там Еще Охотник За Злыми Духами А Э Так Вот Теперь Че Теперь Теперь На сравнении Теперь Нас Нас Примерно Ничего Вот Ну Ладно Ничего Статистика Неутешительная Но Вот Волứ Оэлектронном Виде Это Выглядит Вот Приблизительно Так Ну В общем Да Ну Оу Контроль В голову Да Да Это Он Вообще Вчистую Ну Мы Не хорошо Вскрылись Это Раз Тут Насколько Я понимаю На Это И Расшит нашу должны быть чужого чужого данных ну да тут компания коротенькая а выбирать мало из чего можно ладно продолжим завтра наверное если будет желание где то также в районе 10 будут спасибо что если в контакте беда спокойной ночи то есть и нам привет в мире ну и вам спасибо за то что смотрели если кто-то выдержал эти два часа удачи